Приветствую вас и противоположные мысли, желания, чувства рождены конфликтом, противоречия, которые связаны с полярными источниками. Дело в том, что если человек испытывает противоположные мысли и чувства, это означает, что в нем борются два начала. Первое начало – это начало общественное, то есть можно говорить о той среде, в которой человек изначально рождается. Это среда социальная, среда общественная, когда мы зависим от мнения, мнения других людей. Это очень важная часть нашей жизни и от нее никуда не деться. Мы все рождаемся в социуме, все мы живем в обществе с другими людьми и их мнение, мнение других людей нам важно. И с детства маленького мы привыкли, привыкаем их слушать, слушать мнения этих людей, считать, что они знают, что нам нужно лучше нас самих. Мы привыкли думать, что эти люди разбираются в чем-то лучше, чем мы сами. Мы привыкли думать, что именно общество лучше знает, как нам нужно жить и что нам нужно делать. Но со временем, когда мы вырастаем, мы становимся более самостоятельными, более опытными, мудрыми. У нас появляется свое собственное видение, своей жизни, ценности, свои желания и так далее. И вот они идут в разрез с мнением общества. Языком психологии, личности, это называется рождение личности во второе. Когда человек начинает жить уже своими ценностями, своими индивидуальными ценностями, культурными. И тогда он и гаймы становятся выше общества, становятся как бы в стороне от него. В этом случае человек испытывает противоречие, потому что по привычке ему хочется слушать мнения окружающих. По привычке он еще считает, что оно важно. Но в действительности он уже мыслит другими категориями. В действительности вы уже думаете немножечко иначе. И что-то с вами происходит является следствием именно данного конфликта. И решить, чтобы лучше понимать, нужно, собственно говоря, правильно оценивать то, что вы чувствуете. То, что вы думаете, то, чего вы хотите. То есть оценка. Оценка в первую очередь происходит по каким критериям? Критерий по сути один. То, что важно вам, кто-то нравится вам, кто-то вам интересен. Вот дайте себе такой критерий оценки и оценивайте через данную призму свои дела. И если они не вредят другим людям, окружающим вас и неопределенным кругу лиц вообще, то смело поступайте именно так. Тут нужно понимать, что есть одно тонкость. Дело в том, что человек, когда принимает решение, вот вы, допустим, находитесь в противоречии, вы не знаете, что вам лучше выбрать. Критерии оценки подобрали, внимание акцентировали на чем-то, поняли, что вам что-то важнее и отдали свой голос этому решению. Но если решение нельзя принять сейчас, его можно принять только немного позже, то вы начинаете об этом думать. И парадокс в том, что думая об этом, вы можете и не принять, не действовать в соответствии с решением, которое принято. Поэтому только здесь в том, чтобы оценив свои желания, решив, что вам ваше мир ближе и приняв решение, думать о нем уже не нужно. Обрабатывать интеллектуально уже принятое решение не стоит, потому что так вы только потеряете решимость. По сути, что делает в данном случае интеллект? Интеллект добавит вам аргументов в пользу того, чтобы не делать то-то или то-то. Он не позволит вам без сомнений следовать своему решению. Поэтому очень важно, чтобы вы прикладывали столько усилий к решению задачи, то есть к совершению выбора, сколько это нужно, не больше и не меньше. Потому что если вы недоработаете в этот момент интеллектуально, то есть не оцените, не заострите внимание на ваших для вас вещах, то вы рискуете себе навредить. Если, напротив, перегрузите данную ситуацию размышлениями, то тоже рискуете себе навредить. Ведь именно первый порыв, так сказать, осознания, вот смотрите, есть выбор. Вы думаете, что для вас лучше, решаете и принимаете решение. Момент принятия решения, когда вы думаете, ага, вот это мое, это просветление. То есть это момент, когда вы увидели решение и схватили ситуацию в своем внимании, как уже решенную. Вы ее схватили и теперь вот это чувство нужно сохранить. А для этого думать об этом больше нельзя, надо заниматься другими делами. Потому что если будете анализировать, то в данном случае анализ и дальнейшая обработка просто помешает вам принять правильное решение. Собственно говоря, на это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли или что-то непонятное было из моего ответа, пожалуйста, обращайтесь в личку. Помогу вам всегда, все объясню, расскажу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А пока желаю вам удачи и всего доброго.